Для начала хочу сказать, что сегодня вы присутствуете на расширенном рабочем совещании, рабочей группе, которая создана при ГАУ, это джектора ГАУ, руководителя Университета, он с нас сегодня приехал, я говорю как влезти. Хочу, чтобы все присутствующие представились перед началом совещания. Глава Масюха, теперь Содель Олег Михайлович. По порядку, Макридия Ирина Борисовна, начальник управления заповедного отдела Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым. Зам. директора ГАУ ОПТ Ермакоша Ирина Алексеевич. Алексеонова Елена Александровна, член наблюдательного совета ГАУ ОПТ. Орлов Алексей Владленович, представляю средства массовой информации администрации. Председатель гражданского актива Коктебеля Еремко-Борисовна Сутильникова. Председатель организации возражения культуры поселка Коктебель Лашкович Лависович. Степанисенко Валентина Александровна, общественники. Житель поселка. Как вас зовут? Василий Васильевич. Александр Талипов, крымский общественник. Коктебельский? Крымский. Дальше. Капитан Михаил Михайлович, заведующий отделом институционной политики университетства курсов и туризмной спублики КП. Адамин Кавушевиктор, начлен гражданского актива. Сергей Личенко, крымский власти. Андрей Натуральевич, председатель совета ветеранов. Предприниматель, да? Да. Вы его поддержите? Берю Светлана Николаевна, русская. Тоже гражданский актив человек. Батухан. Сергей Грюков, Андрей Личев, фотохудожник и следователь. Как ты был? Да, как ты был. Когосич был. Рады вентил. Малышек принимать. Сейчас ждем еще представителей власти города Феодосия. Кто-то должен приехать. Ну и начинаем второе уже. Очень важный вопрос по Тихой Бухте. Очень много в прессе информации. Почему-то неправдоподобной. Почему-то противоречивой. Я думаю, никто из вас не будет возражать в том, что Тихую Бухту нужно сохранить. Сохранить в виде, желательно таком, которое создано Богом и природой. По поводу въезда в Тихую Бухту. Вот какие будут мнения вообще. Ограничиваем мы въезд? Разрешаем мы въезд? Возможно ли это сделать? Вот реально. Потому что можно, конечно, сказать, я вот знаю, Сергей, он категорически против въезда, влетов, выхождения туда людей. Но давайте будем реалистами. Мы должны сегодня... У нас, ну чтобы вы понимали, это не митинг. Я хочу, почему мы все представились друг другу. Очень хочется найти решение, которое бы мы могли осуществить сами. Понимаете? Не просто там что-то порешали, там кто-то что-то постановил, как в прошлом году. Оно не работает. Надо понять, как мы сделаем так, чтобы это работало. Понимаете? Вот в идеале, конечно, было бы хорошо, чтобы все ходили там с очками, не украли цветы и ничего там не портали. Как это сделать? Колючей проволокой территорию, 1550 гектар огородить. Но это не получится, по-честному. Вот давайте ваше предложение. Вот как действие? А ваше мнение? Въезжаем туда, не въезжаем. Нет, просто вот мне хочется понять, вот как. А есть, скажите, публикация проекта нового? Нет, проекта. Проект поделиволон. А тендер, который предполагается проводить, он под... Тендера нет. Вот я вам еще раз говорю, что вот все, что вы читали, вот забудьте вообще, это все бред. Это высосанная из пальца информация, которую просто вот сами себе придумали, сами поверили, сами друг друга вот так и навозбуждали. Но это пресс-конференция на рай в январе. Ну он сказал одно предложение. Он сказал, мы работаем в направлении создания... Все, что он такого сказал? Или какого-то такого, что... Проект хамелеон. И непонятно, с чем заключается проект. Мы можем... Давайте, 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 давайте рабочий механизм. Смотрите, конечно, безусловно, туда определенные транспортные средства нужны. Очевидно, что есть люди, которые просто там дойти до побережья не могут. Это пенсионеры, инвалиды, еще кого. Очевидно, нужно какой-то режим пропускной для таких машин сделать. Очевидно, нужно установить категорию машин, которые туда могут сделать. Например, джипы там серьезные резины и колесами, допустим, туда въезжать не будут. Там могут выезжать, если там действительно оборудованная какая-то площадка будет, легковой транспорт и определенные социальные категории. Допустим, семья с маленькими детьми. Можно возражу? Боюсь, что будет. У нас маленький ребенок, я помощник прокурора, я помощник депутата. Это будет, ну, по-честному. Я приехал с Москвы, я 30 лет тут отдыхаю и деть в Ом. Мы сейчас же не говорим, как это будет. Мы просто обсуждаем, что мы можем. Ну, хорошо, мы можем, да. То есть, в этом примере есть действительно те же общественники, там, где в прошлый раз мы встречались. Это семья тоже, ну, согласитесь, не может она там 3 километра пройти к морю, хотя она хочет там, возможно, под луной, как Маргарита, покупаться. Но она же не сможет это сделать. Поэтому, в принципе, я считаю, что определенная категория транспорта туда может быть. Как это регулировать, это уже нужно предстоит обсудить. Значит, так как сегодня у нас решение... Надо, наверное, рассчитать количество, которое действительно туда может запустить. Представителя, чтобы надо перепрыгнуть. Не больше, не меньше. Почему? Да нет, он присядет, он просто перепрыгнет. Председатель администрации. Да, и сюда. Сейчас еще и депутат. Позвольте? Дорь, выскажите, выскажите. Я занимаюсь исследованием конкретно Тихой бухты. Несколько лет я наблюдаю жизни Тихой бухты в разные сезоны, в разные дни. И с полным основанием могу сказать, что мои наблюдения очень и очень жизненные, выверенные и серьезные. Первое. Статья 65 Водного кодекса определяет 500 метров водоохранная зона. И если мы начнем с вами обсуждение с того, что давайте мы забудем о статье 65 Водного кодекса, а вот решим, как это нам сделать удобно, мы методологически подходим к решению проблемы неправильно. Когда у вас с нами присутствует представитель Министерства охоты. Можно я, ну как, немножко, чтобы мы время друг друга сокращали, хотя мы сегодня совершенно свободны, готовы до 12 ночи с вами тут сидеть, пока не выработаем... Это сейчас до 11. Нет, не устраивает. Пока не выработаем конкретное решение. Значит, смысл в чем? Мы все это обсуждали неоднократно. И как рояль в кустах, я вот вам готова рассказать то, до чего мы уже на протяжении трех-четырех совещаний договорились. Мне бы с этого стоило бы и начать тогда. Нет, мне просто захотелось услышать. Вдруг бы вы сейчас сказали, нет, все, колючей проволокой. Вы забудьте по 500 метровую охранную зону. Она только на бумаге, она не такая охранная зона, как была при Украине. При Украине была охранная зона, в которой вообще вести хозяйственную деятельность запрещено, и запрещено было строительство капитальных сооружений, кроме гидротехнических и гидрометеорологических. А в 500 метров охранной зоне Черного моря, согласно российского законодательства и той же 65-й статьи Водного кодекса, разрешена хозяйственная деятельность и строительство любых объектов, если это согласовано с соответствующими экспертизами и генеральным планом. Ну, Александр, вы слишком расширенностно процитировали сейчас кодекс. Хозяйственная деятельность может быть. Мы говорим о сохранении бухты и о режиме въезда. Режим въезда в Тихую бухту – это основной антропогенный фактор, который убивает Тихую бухту. Убивает 100-метровую прибрежную зону в Тихой бухте. Там можно вести хозяйственную деятельность разумно. Все знают эти фотографии. В конце декабря я отослал больше 100 снимков в Министерство управления господину руководителю Турфанову. Нет, не Турфанова, нет, не Турфанова, да. Со своими снимками эрозии почвы, которая видна отчетливо сверху. Ее сейчас видно, можно пойти, Тихую бухту – это эрозия, это убитая земля. 100 метров выезженной почвы перед урезом воды препятствует разумному природу данному и осуществлению водооборота, биообмена. Кремнезьем не выносится. Там вот этот километр, вот несколько миллионов до следующей высотки, до следующего холмика, он покрыт вот этими бетонированными стяжками, когда там были, сплошь стояли эти торговые центры. И плюс вот это удавление, превращение в такую, ну просто в бетонированную глину после колесами машин, независимо от джипа или нет, джипа, да, все. Это все превратило вот эту 100-метровую зону в барьер, который просто создал катастрофическое состояние в биосистеме Тихой бухты. Тихая бухта – это центровое место на участке Меганом Феодосия. Понимаете, это биотопный коридор называется. Жаль, что у нас нет ученых сейчас. Если мы из наших лучших побуждений и жалея туристов из России загубим это место, ну через несколько лет куда приедут эти туристы? Вот встречается мне, значит, туристка из Твери и говорит, что ваша Тихая бухта – это такой же карьер, как у нас под Твери, после выработки шахт, залили водой, посмотрите, говорят, да здесь пыль кругом, на что смотреть? Тихая бухта – это не пляж. Прежде всего, это не пляж. Если мы для себя уясним эту основную концепцию нашей работы, тогда все… Это не только пляж. Это не только пляж. Нет, это не пляж в первую очередь. Тихая бухта. Законодательство России позволяет нам Тихую бухту объявить сакральным местом, сакральным местом, парк сакральный, в котором можно поставить электромобили, которые довезут инвалидов до воды, организовать соответствующую службу, которая будет этим заниматься. Тихая бухта – это место, к которому нужно подходить, затаив дыхание. Понимаете? Можно продолжить? Одели бахилы. Бахилы на въезде в Крым. И инструкцию, как посещать Тихую бухту. Если мы подойдем только к пляжу, который нужно обустроить, мы сразу где-то на две трети обрубим все потенциальные возможности Тихой бухты. Это может быть объект мирового значения, к которому иностранцы с пиритетом будут приезжать и видеть, как местные жители с уважением заходят туда. Понимаете? Эта весть отнесется по округе, как почитается местными жителями. Я с вами полностью согласна. Вопрос конкретный, прикладной. Мы разрешаем там людям ночевать в палатке. Почему нет? Почему нет? Все, все должно быть разумно просто. Да, главное. Можно я расскажу, какой у нас после четырех совещаний вам уже разработан? Можно? Давайте. Да? Ну, потому что... Да, забавно. По итогам изучения подобных вами представленных материалов, мы тоже имеем заключение, в том числе ученых, разной степени и званий. И в штате Гао находятся на полставки ученые нашего университета, которые оказывают консультацию, да? Как я говорю? То есть, я хочу, чтобы просто вы поняли. Если у нас с вами по принципиальным моментам, по въезду транспорта, который туда нельзя запускать, и потому что люди могут там ночевать в палатках и посещать пляж, нет расхождения, то есть, с этим все согласны, да, что машины мы ограничиваем, и никто не плачет, не кричит, не пойду, не могу, я сюда всю жизнь, вот на пляже стоял, ехал, пустите меня, я депутат. И если мы говорим, что ночевать все-таки там можно, сейчас мы обсудим, на каких условиях, где там, то я продолжаю дальше, да? Значит, путем изучения этой всей территории ученые, ну, в зонировке, да, существует тех ибукция. Кстати, хочу всех успокоить, никаких стационарной рекреации там в зоне нет. Сейчас еще на сайте министерства висит информация старая, устаревшая, но существует приказ и существует в прошлом году, еще в августе месяце, и заключение, по которому этой части не обозначено. Можно сейчас буду уточнить? Да. Министерство, да, представитель экологии. Значит, в положении не предусмотрена, в положении этих ибукций не предусмотрена зона стационарной рекреации, так? Так, в опубликованном на федеральном сайте предусмотрена. Да, предусмотрена. Дело в том, что мы сейчас проводим работу по установлению границ. Чтобы внести изменения в положение, нам нужно согласование Минприроды России. Чтобы в Минприроды России зайти, мы заходим вместе с границами и вносим изменения. Мы с координатами должны им внести и с изменением режима. Это обязательно согласование. Вот мы заканчиваем неживание. Ну да. Мы сейчас эти работы. Можно, да? Я надеюсь, в течение месяца мы уже закончили. Министерский вопрос должны были закончить в октябре, в наебре, в декабре. Вот сейчас в течение месяца. Ну, как бы... Давайте тогда сразу... В конце года сдали все документы на регистрацию. Мы просто не успеваем. Минэкология в Тихой Бухте 50 гектаров с хозяйственными назначениями. Понятно, когда они присоединились. 38... Ну, там 50, 50 мы считали. Давайте так. Когда шла речь о том, что эти гектары были переданы еще при Союзе в 90-х годах, а вот тут правоприемник, мы ничего не могли сделать, он поставил договора. Это не так. Сейчас мы понимаем о том, что коньячный дом Коктебель прекратил там свою деятельность. Имущество было учтено как имущество республики. Соответственно, с инвестором, который учредил предприятие, завод марочных вин Коктебель, это гаческий спиртовой завод, заключены договора аренд. Соответственно, говорить о том, что вот эти 50 гектар ранее принадлежали вот этому заводу Коктебель, который был образован сейчас, это минимум неправильно и некорректно. С другой стороны, эти земли никак не используются и в принципе не должны использоваться в Тихой Бухте. Поэтому прежде, когда вот сейчас выносится межевание, давайте поставим вопрос о том, чтобы кто-то провел беседу с этим Коктебельом, с Минным имуществом, с представителем, о том, что вот эти 50 гектар, которые и так не используются, должны быть исключены из вот этого конечного дома Коктебель, нового образованного, потому что никакой правоприемности сейчас нет. Это новое предприятие, которому переданы земли по договору аренд. Давайте эти 50 гектар включим в Тихую Бухту, и не надо там, как бы, чтобы они висели и раздражали народу. Они сейчас с вами. Они включены в Тихую Бухту. Они сейчас отказастрированы за... Я тебе будем по очереди говорить, да? Может, я вам объясню. Но я сейчас публично, когда свою карту открою, покажу вам. Но кто-то это отмечает где-то вот эти вот предложения толковые. Ландшафтно-рекреационный парк имеет площадь, там, тысячи 500 гектаров, да? По закону в составе территории ландшафтно-рекреационного парка могут находиться сторонние землепользования. Но мы не хотим, чтобы находили. Вы не слышите нас? Подождите, мы можем много чего не хотеть. Здесь у человека права... Нет, но это погибло права. Какие права? Ну, откуда я знаю? Ну, это литро говорит по делу. Это надо записывательно, это надо в первую очередь обращать внимание. Во-первых, пусть человек ответит. Во-первых. Если вы хотите услышать, я вам расскажу. Ну, если нет, то расскажите сами. Значит, туда включены земли сельскохозяйственного назначения. Стороннего землепользования. Стороннего землепользования. На таких территориях, как ландшафтно-рекреационные парки, законодательство нам говорит о том, что могут быть включены земли сторонних землепользователей с сохранением на них традиционных способов хозяйствования. То есть мы включили туда земли с согласия тогда конечного завода. Это были земли сельскохозяйственного назначения. Они и сейчас земли сельскохозяйственного назначения. И они могут использоваться только как земли сельскохозяйственного назначения. Мы не хотим, чтобы они уловились. Ну, как вы не слышите. Я не знаю, что вы хотите. Я тоже что-то не хочу. Послушайте, потише, тонн. Давайте все уважайте друг друга, во-первых. Во-вторых, хотим, не хотим. Обсуждаем ситуацию. Если у людей есть договор аренды земельного участка, то, что мы не хотим, мы что можем сделать? Мы можем обратиться, вы правильно говорите, чтобы министерство, по-моему, министерство обращалось с ним с просьбой передать, продать, отказаться. Ответы есть как-то? Они пока морозятся. Ну, вот, посмотрите. Ну, вы прекрасно понимаете, что вы можете найти контакты этого директора и переговорить с ним напрямую. Я разговаривала с директором напрямую. Ну, они говорят, мы готовы делать все, что там по закону положено, но они не сказали, что давайте мы отдаем, конечно, мы отказываемся от земли. Ну, это наивно полагать, что кто-то скажет, забирайте, понимаете? Не, ну, а зачем? Ну, это не дадут люди использовать их как все хозяйственные назначения. Тем более, некоторые эти участки входят в зону, в которой раньше в Тихой бухте вообще заходить было запрещено, но там сейчас почему-то эти участки откадастрируют. Я говорю лишь о том, что вот это предприятие, оно не является правоприемником, и изначально можно эти были сделаны, вы говорите о том, что мы можем с точки зрения юридической оспаривать заключение этих договоров. Займитесь этим, займитесь этим. Нет, ну, а кто это должен делать? Должен кто-то инициироваться. Подождите, ну, меня это не все, конечно, не следует. Должно заниматься этим вопросом. И вообще, понятие ландшафтно-рекреационный парк, это взяли, его нет нигде в Российской Федерации, это придумал Крым. Придумал Крым. Сделайте уже либо природные парки, там, какого-то регионального значения, природные парки федерального значения. Ну, сделали ландшафтно-региональный парк, включили в них стационарную рекреацию, возможности нахождения у них сторонних землепользований, или, пожалуйста, хоть те сторонние землепользуются. Нет, в природных парках тоже могут быть сторонние землепользуются. Могут быть, вопросов нет. Но зачем сейчас делать какие-то... Это у Паркова искусство, так что, их искусство? Подождите, давайте сейчас, зачем делать какие-то прецеденты, когда мы можем реально эти земли, не освоены, эти земли, и вот реально 50 гектаров, которые можно сохранить и действительно использовать. Вот вы собственник является с этой земли. Вот вы арендатор, вы арендатор. А мы к вам приходим, мы говорим... Вы примерки вы. Я, конечно, я говорю, мы против. Вот мы тут собрались, мы против. Откажитесь от своей земли. Это парк. А вы мне говорите, не хочу. Что мне с вами... Это вам конкретно человек сказал, что нет еще юридического правопередачи. У них есть. У них есть договоры аренды земли. Это филкинограмма. Это филкинограмма. Давайте я вам сначала... Если на кадастре выслали... Если бы... Если бы... Если бы... Если бы нанесены, то они же принадлежат... Они принадлежат а в праве пользования. А как отменить это право пользования? Реально. Что... Что сделал... Что... Почему это получилось? Участки эти были поставлены... Давайте мы не будем... Да, давайте мы отсюда. Нет, это важный момент. Это мы попошли... Но это немножко не парень. Давайте я скажу. Я прожил, как ты говорила, 52 года. Я знаю, как использовались эти поля. 50 гектаров. Как они используются? Значит, там росла пшеница. Туда заходила техника. Туда заходили трактора на вспашку, потом комбайны на уборку. А если сейчас... Вы говорите традиционное использование. А если сейчас... Нет. Это не изюмный. Они, допустим, берут и высаживают там виноградник. Это колья. Это потом фрукта. Это потом опыление, прыщивание всевозможное, уборка, техника. Я два раза встречалась с этими людьми. Пыталась их там очаровать. А знаете, почему такая ситуация получилась? Не знаю. Потому что Министерство экологии не откадастрировало эту бухту, хотя деньги были выделены. Если бы они первыми поставили всю землю на кадастровый учет, потом бы уже у тех землепользователей возникли бы проблемы при постановке... Да нет, вы сами неправильно говорите. Вы вводите людей за неправильно. Вы вводите людей за блуждение. Я больше вам скажу. Конечно, это вообще не к нам. Это первое. Давайте я вам объясню, что материалы, которые, картопланы, которые делают общую границу, да, полторы тысячи гектар, становятся на кадастровый учет, ВКН. Это как земли с особыми условиями использования. Понятен на этот момент, да? И потом выдается, нам вот передается в безвозмездное пользование, бессрочное, нашему предприятию. Участок земли свободный от сторонних землепользователей. Понятно, да? То есть земли сельхознанно. Правильно. Они, общий участок, тихая бухта, она является заповедной, но в составе этой бухты есть земли совхоза Коктебельта. И мы туда трактора пустим. И наши земли. Когда мы создавали парк, мы согласовывали этот вопрос с местными землепользователями. Ну, как бы они согласились включить туда свои земли. Мы же не можем у них земли сельхознанно значения отобрать. Они с точки зрения заповедания никакой ценности не представляют. Вы меня не слышите. Как бы вы меня. Смотрите, этот завод вошел туда в конце 15-го года. До конца 15-го года эта вся земля принадлежала государству. Зачем было государству передавать эти участки, если и так они не использовались, и завод сейчас не является правоприемлемой? Мы с вами здесь все представились. Кто может ответить на этот вопрос из присутствующих? Для чего мы... Министерство экологии написало запрос к этим товарищам. Не надо запросов. Нужно министерству имущества поручить по результату рассмотреть вопрос разорвания договоров о рейде в одностороннем порядке. Либо это соглашение сторон, либо это суд. Все. Зачем? Есть такая воздушная. Конечно, давайте мы сейчас... Есть такая проблема в составе рабочей группы, в расширенном составе людей, имеющих компетенцию инициировать разрешение этой проблемы. Нет. Мы какой-то протокол... Кто там? Валентина или кто его? Ведет кто-нибудь протокол? Никто не ведет. Я не знаю, почему говорю. Мы протокол включаем, что такая проблема есть, ее нужно рассмотреть. На этом точке, потому что мы сейчас тратим время. Согласен. И переходим к обсуждению. Да, но сейчас ситуация настолько накаляется в нашем разговоре. Вот завтра начинается сельхозработа. Они загоняют туда... Отслушайте, еще раз две секунды. Послушайте, вы... Вы с терриками попадаете. Завтра они начнут. Послушайте, минутка, минутка. Я вам стала говорить, что я два раза уже с ними встречалась. Люди всю ответственность понимают. Они говорят, да, это наша земля. Мы готовы участвовать и охранять природу. Мы готовы... Виноградников никаких не можем, даже если захотим, потому что выставы там... Ну это же разговоры. Солончаки, послушайте. Там солончаки. Анализ сделали почвы. Там виноград в стиле не будет. Пшеница – это больше, чем виноград. Послушайте, при чем там пшеница? Ну как-то все. Ребята, что говорят? Говорят, вы, пожалуйста... Сидите, послушайте. Почему не баламутят? Говорят, я вам помню. Вы вообще чего не понимаете? Представитель главы вам объяснил. Ну понятно. И все человек вам объясняет. Что же вы доказали? Дискуссия – это когда люди друг другу предъявляют. Ну вам же сказали. Я говорю просто две секунды насчет того, что завтра зайдут одну секунду трактора и начнут пахать. Они говорят, мы готовы высаживать лаванду, полынь, бессмертник, что там нужно по эфирным этим, чтобы вписаться в общую концепцию. Пока это разговор, я согласна. Но это максимум, который мы можем сделать. Юридически мы на них пока не можем повышать. Давайте параллельно нам ничего не мешает. Ничего не мешает. Обратиться в Минное имущество, рассмотреть вопрос, разорвать договор о религии земли. При этом ничего не мешает, это длительная процедура, и пусть этим не мешает. Оно может 20 лет длится. Просто к чему? Чтобы вы это все понимали, что завтра они не скажут. Но не 20 лет. Но не 20 лет. Ну почему? Мы можем обратиться, чтобы они инициировали вопрос. Поэтому что нам мешает, и пусть параллельно идет. А полное наименование известно этого стороннего землипорта? Я не за него. Давайте марочных вин Коктебель. Коктебельская администрация сделает запросы в реестре, узнает владельцев. Если они есть на публичной карте, набирайте номер, там будет развод. На публичной кадастровой карте не указывают владельцы. Я вам говорю, ООО «Завод марочных вин Коктебель». Они и сельхоз в Коктебель не могут перевезти? Не могут. Не могут. Только сельхоз. А там ничего не растет. Там солончаки. То есть там только полы, лаванка, бессмертные. Давайте подождем. Давайте их возьмем из мора. Она же у них не бесплатна. У ГАО она бесплатна. А за эту землю надо платить. Смотрите, у нас же по земельному кодексу, если земельный участок, тогда сельхоз в значении не используется, то он может быть изъят. Запрос можно на голос. Да, запрос напишем. Сейчас пойдет слух о том, что три года не используются, и они туда же с собой едет технику. Вот это будет замечательно. Вот я поэтому говорю, вот не стерите, не устраивайте кучу стакане воды, понимаете? Вот не надо это делать. Тут надо наоборот, тихонько, спокойно. Они же за нее платят, за эту землю. У нас есть вопрос, вот Михаил Ильич. Просто когда площадь увеличится, Тихой бухты, сейчас же этих земельных участков в площади Тихой бухты нет. Есть. Нет, но площадь считывается как Тихая бухта. А на межевом плане? В парк входит все. В территорию. В территории парка входит. Нет, а на межевом плане на кадастровой карте. А передач в бессрочное пользование ГАУ не будет. Но в общую площадь входит. На кадастровом паспорте входит? Входит, конечно. Со статусом особо важной территории. Наоборот, надо потихонечку выждать. Дайте послушать предложение. Ну что у вас, человек, хотелось бы сказать. Ну, ведь они дают предлагать. Нет, мне просто по поводу техники вопрос. То есть у них сельхоз назначение, то есть они там могут тратить. Теоретически могут. По закону, про археологию. Там особо охраняемая территория. То есть, по поводу, они же... Особо охраняемая территория, куда включены земли, строим землю. Это же не заказник, а лоджак. А пахать они, согласно сельхоз, они против пожаров могут потратить. А это что же нарушает? Зонирование, да, я так понимаю, проводилось. Было это новое заключение? Или вы используете старое заключение, которое было сделано еще при Украине? Какой технику? Хороший вопрос. Вы прошли там археологи. Археологи тоже не прошли. Ваше обоснование, археологи даже... Подождите, я буквально два дня назад связывался с Государственным комитетом по... Культурному наследию. Там выявлено, значит, свежие раскопы укрепления на хребте в Юг Яныша. То есть оно входит в территорию Тихой Бух. Вы в курсе об этом? Так кто-то копает, да? Ну, естественно. У вас находятся на территории археологические памятники. Это черные... В первую очередь, у вас... Вот сейчас человек показал, есть какая-то стена. В первую очередь, вы должны пройти там археологи. Конечно. Это наше культурное наследие. Они должны выявить. Так а чё ж они не пройдут? А почему? А почему вы... Вы сохраняете в оперативном управлении у вас территория? Правильно? Есть. Вы должны обратиться к археологам. Это его компетенция. Подождите. У вас при межевательном... Вот сейчас вы сделаете границы. У вас должно быть заключение в технической документации археологов. У вас оно есть? Нам согласование делают обязательно. Согласование? Конечно, объекты делают... Но оно есть или нет? Конечно, археологи прошли. Почему? Мне бы не знаю, прошли. С этих фотографий... Вы всегда присоединились. Вы всегда присоединились. Мы можем ознакомиться с отчетом археологов. А можно мне фотографии с собой? Я имею в виду с собой? У нас нет отчета. У нас еще не поставлено. С собой не делали. Ну или давайте с собой. Умежевание и карта план. Делалось два документа. Карта план, в котором устанавливается зона с особыми условиями использования территории, как особо охраняемая природная территория. И второй документ, это разработка межевого пола. Кадастровый паспорт. Кадастровый паспорт. На кадастровый учет особо охраняемых природной территории поставлен? Поставится, поставится. Сейчас вот готовится документация. Что же вы так долгое что-то делаете? Археологические объекты, которые должны иметь согласно... Смотрите, все кадастровые паспорта сдаются. Проходят согласование со всеми заинтересованными органами. Государственный комитет по водному хозяйству, Государственный комитет по культурному наследию, Минприроды, кто там у вас еще? МИЗО. То есть Государственный комитет по культурному наследию вам согласовал? Конечно. И обязал вас поставить на полу? Ничего он вас не обязал, он вас не может обязать. Он нам согласовал, что этот земельный участок передается нам бессрочной, безвозмездной противнюю управление. Я понимаю. По поручению президента, который форум прошел в Ялте, все объекты культурного наследия, в том числе археологические, должны быть поставлены на учет. Ведь будет паспортизировано. Но мы, не Государственный комитет по культурному наследию, которые несете ответственность за объекты, расположенные на вашем месте. Хорошо. Паспорта тоже к культурному наследию должны сначала стоять на учете в комитете по культурному наследию. Да, а тут? Нет. Нет, коллеги, я вот можно объяснить. Этот объект культурного наследия должен быть выявлен не методом Степан Петровича компания, а он должен быть выявлен, поставлен на учет. Я в приезде федеральных и республиканских объектов культурного наследия этих объектов не видел. Посмотрите, 24 января принято постановление, указанное в Аксеново, в котором списано все археологические памяти в территории Республики. В списке указано ниже. В этом список входит несколько объектов, которые находятся на территории Тихой Бухты, в том числе укрепление на хребке Белевки. 24 января? Да, в этом году. А, ну так тут тогда надо просто обращаться в правильный объект. Прокуратура дает предписание оформить документы. Статья 4. Эти объекты имеют федеральный статус. Вот нужно, вот сейчас будете его заканчивать, вы представьте, вы сейчас подарите госкомитет на госрегистрацию, где они там должны будут это все посмотреть. И у вас все будет приостановлено. Почему? Смотрите, если у них есть заключение комитета по культурному наследию, то он накладывает ограничения на территории Тихой Бухты. Она может быть ошибочной. Чиновник мог не знать об этом ограничении, потому что в 60-х годах оно было поставлено на участие. Если сейчас есть... Хорошо, мы сейчас о чем говорим? Нам не нужны границы Тихой Бухты, потому что... Да, и почему? Вам говорят, что там не нужны разные зоны. Завтра вы просто нам об этом... Вот, завтра вот он показывает вам стену, да? Мы сейчас пришли к чиновнику. Там археологическая там какая-нибудь стена Херсонеса, допустим. Вы об этом... А это зачем? Мы здесь можем какой-то дистанциональный тормологический. Я вам просто... В прошлом году... Именно на этой площадке уже была запланирована стоянка, стартовая площадка парапланиристов. Я сам парапланирист. Я прекрасно знаю, что за один сезон эта площадка превратится в пустыню. Так как сейчас половина горы Клименте уже в пустыню превратили. Мы сюда и пришли, что мы ограничили... А в прошлом году ведь план уже был, уже проект был. Вы же нам еще снова надо сказать, что... Мы хотим по документу узнать основу. Нет, я вот спросил про зонирование. Вы сказали, что провели уже сейчас. То есть не используете... Зонирование у нас своем. Зонирование, оно же предполагает и специалистов, и археологов... Нет, правда. Просто разное зонирование... Если вы мне сейчас говорите, вы мне тогда приедете, каким документом это предполагает. Я вам скажу, что у нас зонирование определяется законом 5-м ЗРК нашим. По ООПТ. Там расписано, что какие зоны и кто их проводит. Вы вот сейчас говорите, что там должен быть отбивок. Вы на что стилаете? Вы так решили, Саня? Нет, я не просто знаю. Я вам говорю, что есть документы. Скажите, а что вы так вот сопротивляетесь? Вот вам говорят такое. Да никто не сопротивляетесь. Нет, нет. Я вижу, что он усиленно сопротивляется и пытается отбить. А потому что есть какая-то другая мысль. Какие пользы? Вы не дослушали. Суд предложений. Мы все дослушали. Отбить. Мы все дослушали. Шкодский. Вам дело говорят. Мы даже это на цифрите за дело. Все, они записали все. Согласно законодательству, на все объекты должны быть выданы паспорта, в которых есть охранные зоны и охранные обязательства. Теоретического объекта. Кому они должны быть выданы? Выданы ответственному ГАУ. Это ответственная природа. Если будет наша земля, куда она будет? Если сейчас, на данный момент, не оформлены паспорта, это является нарушением. Паспорта должна быть оформлена. И о том, что там есть археологические объекты, сейчас ГАУ выясняется только сейчас. Нам еще земля не пьет. Да при чем тут земля? Вы эксплуатацию два года ведете уже этого объекта. Вы два года ведете эксплуатацию. В 2014-2015 году я лично каждый день наведал этот ужас в Тихой Бухте, организованный сотрудниками. Давайте конкретное предложение выяснить статус археологических объектов. И сроки. Когда подать, например, запрос в комитет по поводу археологических объектов, как они должны быть оформлены и, соответственно, обязать оформить эти документы. Потому что действительно, вот о чем они говорят, просто мы можем сейчас запланировать стоянку и не знать о том, что там есть память. Я хочу вот... Отослал вам фотографию еще в декабре. Машина стоит прямо на выволе керамики, прямо на урезе воды. Там это дерево несчастное, это символ нашей тихой бухты. Вы посмотрите. Но вы дайте фотографии. Ну да, посмотрите. Вот. Вот этот участок, как раз вот именно это место. Значит, здесь есть следы древнего хранения. Древнего... Мы предлагаем, чтобы там не было никаких машин. Конечно, да. Ну, в конце концов... Вы не слышите, что вы не сезону были отмечены. Послушайте, никто же не возражает. Вот я хочу вас еще услышать. Вот что возражает? Кто возражает? Можно вот конкретно? Вот давайте. Давайте. Хочу просто все точки над «ы». Вот Борис Радеца тут и вырос. Ольга тоже. Я живу тут с 1967 года. Уже 50 лет. Понимаете? Туда ходили спокойно. И все, в основном все россияне, которые любят как-то верить их в бухты, всегда ходили пешком. И все возражали, чтобы туда ездили даже на мотоцикле. Понимаете? И если сейчас перегородите вы там, что не будет никто ездить, это будет нормально. Это нормально. Кому надо, инвалиды обойдутся. Ну, что сделать? Так случилось. Их не большинство. Не обойдутся. Обойдутся. А почему вы должны урезать права людей? Подождите, подождите. Мы никого не урезаем права. Не надо. Там, где прошел инвалид, инвалид там рядом с ним пройдет человек, который ему помогает. Один и второй. А там третий понесет сумку и начнется. Нет, я не про то говорю. Вы только что возражали, кричали, что вы сопротивляетесь. Вы не хотите установить границы. Ну, вот человек, я же вижу, как он не хочет слушать толковых предложений. Почему? Они записали, что создать эти паспорты. Почему? Я вот предлагаю предварительные ласки. Подождите, дайте, раз мне дали слово. Эмоциональные какие-то, понимаете? Раз мне дали слово, дайте. А думаете, они не болеют? Боле. Дайте мне сказать. Знаете, Халибов? Потому что там уже стоит предпринимателей кучек. Да, да, вон они стоят. Которые говорят, что они хотят места в тихо. Шашлыки езжай. Да? Конечно. Хрюст заходят сюда. Они потом заходят сюда. А не, 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 не. Аликтор ничего не знает? Или куда? Уже требуется неправильное решение. А какое неправильное решение будет принято? А введение там объектов торговли. Так здесь не будут они принимать решения. Да вы ничего еще не знаете. Учина вы в том, присаживайся. Я местный житель, живущий здесь в четвертом поколении. Вы еще нам слова не дали сказать, что вы там ходили. Я уже тут рассказал. Может быть мы имели здесь в четвертом? Не, не, может быть вы сказали? Я не принесла. Мне мнение большинства не случилось. Вы прожжите меня, пожалуйста. Я предоставляю мнение большинства места. Вы не могли бы не пересесть. Вы идите туда, я буду здесь стоять. Я буду здесь стоять. Я не принесла. В инвенционер. Я приставлю. Я пока живу, я никому не мешаю. Это место. только пешком никакого транспорта закрытию и только пешком почему министерство туризма мы не видим особо и должно быть унесено что есть уж совсем крайние меры большинство жителей коктебеля и я могу это возглавить готовы сами играть там мусор раз в неделю потому что там было огромное беспрепятственное количество машин которые там гадили туалеты непонятные плюс торговля шла никем не санкционированы не тем если там уточивать палатках без автотранспорта там будет культурно конечно конечно количество единомышленников которые пойдут туда с метлами и уберут сейчас не об уборке Если позволите, роль модератора буду предоставлять слово, потому что мы будем до утра сидеть, вот тут своя дискуссия, там своя, тут своя. Ну тогда разрешите, я расскажу уже, меня распознится. Значит, в принципе, в принципе, как-то белый тихая бухта, надо рассматривать в комплексе. Я в свое время обратился уже к президенту нашему российскому, написал концепцию поселка, и чтобы поселок был заповеден. Здесь Тепсень находится, на котором раздали тоже безголовые, тупоголовые части, землю, там артеологи, подожди. Это все связано, понимаете, отстаивали заповедник, отстаивали, чтобы карьера здесь не было. Опять кто-то втесывается, втесывается, лезет и лезет. Пока тут живые люди наши крепкие, у нас вообще-то крепкий поселок, не дадим этого делать. Поэтому надо в комплексе рассматривать все в поселке. Конечно. Для чего он тихого? Оставьте, закройте и все, идите на Чауги, там прекрасные берега. Присываем эти Чауги. Слушайте, вы как уже говорите. Вот я хочу, нет, я хочу, чтобы человек договорил. Человеку, который хочет страшно владеть тихая бухтами. Кто хочет владеть? Вообще, вы о чем? А вы чего так шумеете? А я скажу, что я так. Не, я не вам, я не вам. Вы чего так шумеете? Меня возмущает, когда люди просто так, безосновательно оскорбляют других людей. Вот вы сказали, что человек хочет владеть. Я человека слушал в том году весной. Он руководитель этого предприятия. Я этого человека с тихой бухтами слушал весной, да. Где вы меня слушали? Вы не были представителей. Ваши представители я слушал. Не были. Давайте без голословных обвинений. Вот по-честному. Давайте друг друга уважаем. И вот из-за таких книгов, знаете, если вы ни разу тут не были. Представители министерства. Я тогда не в министерстве. Вот, все понятно. Конечно, я там не был. Не вы, не вы. Ну так вы же мне говорите, вы там были. Не, ну так у меня же человек хочет владеть в темном свитере, там и все. Ну зачем вы это делаете? Давайте вернемся. Елена Александровна, презентуйте вот в конце. Нет, я хочу, знаете что? Вот вы меня извините, но я специально приехала до 24.00 сегодня здесь сидеть. И все-все-все вопросы разжевать. И я хочу услышать вас, как представители наблюдательного совета. И кто-то может улыбаться, кому-то это можно не нравиться или не нравиться. Но мне хочется, чтобы у нас было полное взаимопонимание. Чтобы вы понимали, что мы хотим. Первый, давайте ввести. Вот ведут протоколы. У нас диалог. Поэтому мы жесткие. Это страшно. Хорошо. Тогда давайте. Я беру слово. Я беру слово сам. Четко, да, четко я опублировал. Слово Борису и Евгенду. Мало того, что я житель Коктеберя, ладно, упускаем этот момент. Я был депутатом 5-го созыва. И расскажу вам ситуацию, которая была в 2006 году. В 2004 началось, когда самозахват пошел в бухты. Когда построили сортиры Джамилева. Там всю бухту пытались захватить. Было противостояние казаков, общественности. Ездили туда, отбили, запретили. После этого придумали этот термин ландшафтный парк. Чтобы туда никто не трогал. Перекопали дорогу. Туда никто ничего не завозил. Мусора не было несколько лет. Потом открыли ее и пошло. Подождите, кто открыл дорогу. Местная власть наша. И сейчас ситуация какая складывается. Вот так. Для того, чтобы убрать Тихую бухту, давайте там вести коммерческую деятельность. И потом на эти деньги будем убирать и вывозить мусор. Не надо там вести коммерческую деятельность. Поэтому и потом не надо будет убирать там мусор. Вот что вы прочитали. Первое. Второе. Вот так было те все годы. Значит, ой, у нас в Тихой бухте мусор. Давайте там поставим торговые точки. Они нам будут платить и вывозить мусор. Поставим контейнеры. Как только ставится торговая точка, вы сами понимаете, полиэтилен, стекло и пошло. Бумажки, все по всей бухте, все разлетело. И эти люди, которые летом становились там торговали, вот те все годы, там до 30 объектов было. Есть даже схема дислокации, тут старая, в Токсуковом совете, до 30 точек торговых. Там были горы мусора. Потом это все убирается, конечно, силами мупла нашего, тогда это просто коммунальное предприятие, коммункомбинат. Местные жители проводили в субботники, неонакратно все это выгребали мешками. Не так, как в прошлом году в Министерстве экологии. Это все в фантазии. 240 тонн там вывезли. Четыре грузовика вывез из коммунального предприятия, и два грузовика. ЗИЛ вывез этот домик, который стоял в Масленичной роще. Дрова вывезли подгорное. Вывозили свое же министерство, свое сгоревшее хозяйство министерства. Если это уже потом. Хорошо. Предложение вот такое, можно записывать. Ограничить въезд, ограничить всю торговлю, вообще запретить, не ограничить, запретить торговлю. Не будет мусора, они надо будет вывозить. Что правильно. Да, они будут вывозить с собой. С собой. Они об этом уже знают? Все походные туристы, во все советские времена, в любые годы, идет человек в лес, идет человек в горы, с рюкзаком, с полными бутылками, с полными пакетами еды, с консервными банками. Поел, собрал с собой, унес. Все, так люди нормальные делают. Нормальные, да. Это ключ кустое. Как же так, мы тогда говорим, если нормальных мало. Когда мы все здесь ненормальные. Да, 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 казачьи экологические. Вот Борис и активист, Борис и Казахстан, сделайте экологический патруль. А как абсолютно на добровольных условиях? Везде расставить красивые стенды про мусор, про ответственность, написать, что, пожалуйста, не мусорите. А ящики поставить на выезде. Ополчение можно привлечь. Что-то пройдется, кто-то увидел, прикинул. Можно тоже сказать, когда сегодня делаем такие заявления, добровольцы пройдутся, давайте отдавать отчет. Смешно мне слушать. Потому что, когда это будет, вот была акция, немного людей было в тех ребятиях. Нужно вырабатывать действительно механизм. На добровольцев рассчитывать здесь не придется. Мы сегодня можем это заявить. Но все лето ходить, люди убирать не будут. Конкретно, Ольга, что ты предлагаешь? Вот я, можно предложить? Конкретно? Уже все выстроили, что он купили. Построить там акцент? Давайте, скажите. Мы просто медленно подходим к нашему предложению. Я это специально делаю, чтобы вы это все переживали, чтобы не кричали. У меня есть одно предложение. Просто мы все понимаем, что так или иначе люди будут отдыхать в Тихой бухте. И этот процесс каким-то образом прекратить невозможно. Поэтому его нужно организовать. Я думаю, что с этим спорить никто не будет. Да? И воскровенно. Совершенно верно. Потому что другим образом организовать этот процесс невозможно. Я предлагаю построить наше сегодняшнее совещание в дальнейшем не с обсуждением того, что было раньше или как это было раньше, плохо или хорошо. Не апеллировать туристам советского времени, потому что турист сейчас совершенно другой. А память оживающих. Совершенно верно. Надо думать о будущем. И вот сегодня из того, что мы уже обсудили, по крайней мере, мы вынесли как минимум два предложения. Первое предложение – это разобраться с землей коньячного завода, который будет отрабатываться в Министерстве экологии. Второе предложение – это разобраться с ситуацией с археологическими памятниками. И вот в таком ключе я предлагаю двигаться дальше. Что еще нужно сделать для того, чтобы Тихая бухта стала тем объектом туристическим, которым она заслуживает быть? Который хотите вы видеть, как местные жители? Который хочет видеть предприятие, которое вынуждено пользуется этой землей? Они вынуждены пользуются этой землей. Ну, конечно. Это государственное задание. Вы думаете, они хотят владеть, мечтать. А если сохранить ее девственную природу, снимать там фильмы, водить туда экскурсии, чтобы посмотреть. Вообще не трогать ее. Не-не, возвращаемся. Палатка в тамбурь люди начинают? Исключить коммерческую деятельность. На время съемок нет. Ну, хорошо, на время съемок не будет дальше. Хорошо, если на то пошло, можно и убрать. Там уже 25 фильмов там сняли. И палатки не мешали, поверьте. Ну, пусть снимали. Вы все видели эти фильмы. Подождите, кто-то говорит, не снимать. Кто-то говорит, не надо это делать. Возвращаемся. Я очень удовлетворена сегодняшней дискуссии. Хорошо, а эндемики там растут? Объясню, почему. Да, пусть растут. А какие проблемы? Там слошь и рядом эндемики. Какие проблемы? Пусть растут, но в палатках люди. Мы можем остановить людей, чтобы они не ночевали там в палатках? Да, можно за счет естественной регуляции. Если не будет въезда, то вот это дистанция, которую надо будет пройти. Въезд контролировать нужно? На Коктебельской трассе закрывается въезд. Я просто вопрос прошу. Его контролировать нужно? Да, шлагбаум. Дайте закончить. Дайте закончить. Закрывается въезд. Таким образом, состоятся проблемы для тех, кто туда идет отдыхать. Правильно? На себе много воды не принесешь. Воды в бухте нет. На себе дарование принесешь в большом количестве. Костров сжигать нечего. Естественным образом будет саморегуляция посещаемости. И поэтому запрет въезд это основное решение проблемы. А те люди, которые палатки несут на себе в рюкзаках, они не мусорят. Мусорят те, кто приезжают на благоустроенных вагонах, с кондиционерами, с домами. Это человек, который путешествует. Он не живет в тихой бухте все лето. Он 3-4 дня пожил в тихой бухте. Он собрал за собой. Откуда тогда берется в гора мусор? Откуда? Дорогая, послушайте. У них презентовая палатка, чтобы было понятно. А не всякие модные. Где именно в горах? На Петре. Те люди не мусорят, в мусорах несут. Люди мусорят, которые идут на комфортабельном транспорте. Не мусорят фанаты. Да, где есть подъезд. Туристы, понимаете, в старом понятии этого слова. А вот с мужиками это фанаты, понимаете? Я согласна с вами. Вот такие везд туда пешком не пойдут. Не пойдут. Закрыть въезд нужно в тихой бухте окончательно. Для любого транспорта. Кто хочет высказать? Кто еще хочет высказать? Кто высказать? Давайте получим. Ну, короче, резюме. Въезд закрыт. Въезд кто-то должен. Кто-то должен. А в чем проблема ограничить въезд? Мы не можем написать просто табличку и не въезжать. Перекопали ров и все. А на шума. Как они переезжают? Шлагбаум для этого есть. А если человеку там плохо станет, когда будет скорость заехать, то что? А пляж никому не передан. Почему кто-то должен отвечать? Это человек решает для себя. Рядом спасательный пост находится. Почему? Сейчас я очень хорошо вооружен морским фактическим. Значит, все-таки нам каждый раз нужно возвращаться к базовому состоянию дискуссии. Значит, фиксируем. Первое приложение какое? Почитайте, пожалуйста. Какое приложение? Конкретное. Это у вас протоколе есть. Второе. Что касается археологических объектов. Оформить паспорта объектов культурного наследия. Закрытие. Третье. Какой бы режим у нас не был благоприятный, все равно у бухты, у этой кадастрированной территории, извините за такое интересное слово, за законом устроенной территории будет ответственное лицо. Видео, да? Да. Вам разработать разумный регламент, посещение Тихой бухты, который будет воспитывать наших туристов. Можно вопрос? Воспитывать, давайте. Извините, ну как можно... Это называется положение. Да, это есть. Но существует, допустим, ограничение транспорта, что может находиться там даже в 500-метровой зоне тысяча машин. Приезжает тысяча первая и кричит, все стоят, почему вы меня не пускаете? Или тысяча вторая машина. И начинает махать удостоверением. У меня дети, мы 700 километров сюда ехали. Почему мы не имеем права тут находиться? Ну то есть это... Я не совсем вас понял. Это тяжело вообще к исполнению. Вот то, что вы говорите, как каким-то образом... Там есть узкое место, где в прошлом году поставили будочку, да? Которую спалили. Смотрите, давайте еще по поводу безопадства. Там не надо тысяча машин, там вообще не должно быть. Я вам говорю, с туристов сколько там, 3000 человек сказали так, все, ты 3500, ты не знал. Все, подождите. Давайте, начиная. В этом месте, в узком месте, просто ограничивается проезд. Заранее предупреждаются люди на въезде в Крым. Аншлаг на дороге. На въезде в Крым, на въезде в Феодосию, на въезде в Коктебель, что Тихая бухта имеет особый режим, особый статус. Пешеходный. Пешеходный. Всем понятно, в прошлом году, когда на время, помните, поставили шлагбаум, тоже приехали люди, тоже на таких джипах, но увидев шлагбаум, я вам скажу, на самом деле, вполне разумно к этому отнеслись. Поставили машины, взяли котунки, спокойно пошли. Да, мы понимаем, мы ездили по евро, мы знаем, да, как цивилизованное общество, и пошли. Потом, это уже будет для дальнейшего разговора, это уже, иначе не будет, не протокольное предложение. То есть, мое предложение освоится к тому, чтобы в вкращающие сроки был наработан регламент управлением, которому вынуждено, поручено, или который вынужден взять управление. Если вы передадите к водокомерическое предприятие по какому-то, там, тендеру, договору. То есть, информационное обеспечение, информационное, это самое главное. Это делает управление. Средством массовой информации и... Да, максимум информации. Понятно, что это люди, штатные единицы, деньги и так далее. И в основном, это, наверное, на паролы переправят. Это все предусмотрено, у них нет сайта, есть информация. Но я бы хотела все-таки вернуться уже к центре. И смотрите, у нас по безопасности... Значит, нам, законодательством российским, предоставлено право, нам, я говорю, местной власти, местной власти, предать каким-то особым, считаемым объектам особый статус. Я вернусь своему предложению, значит, тихой бухте должен быть придано, я не боюсь этого юристического слова, статус сакрального места. И кому интересно, я устрою рассказ на эту... Соконодательством. По этим вопросам, да, в другое время, показываем картины компьютерных, значит... Предлагаю вам устроить экскурсионный маршрут по сакральному месту, водить туристов по тихой бухте. Разработать маршруты и называть как угодно. Мы сказали по поводу тех опасностей, спорных, тихой бухте должен быть ягодом на юнбире в статус, в статус места, цену, почитаемого. До тех пор, пока он видит пляжи, это будет... Нет, но это для туристической отрасли хорошо, еще одно сакральное место, никто не возражает. Развивать эту тему супер, вообще... Это нужно сделать, оно просится. Елена Александровна, а когда вы скажете свое, а то вы слушаете, слушаете все, скажите свое. Мы еще даже не перешли к делу, хочу сказать, это у вас такая филлюзия, вы что устали уже?